Для человека, для обывателя, безусловно, когда растет преступность, у нас динамика практически по всем видам преступлений растет. Да, там кражи, там более 40% растут, убийства, к тому же 20%, разбойные нападения, тоже где-то в этом 20-25%. Но милицию, меня как областного руководителя, сегодня не сама динамика, не рост преступлений интересует. Дело в том, что от милиционера рост преступности не зависит. Это проблема экономического характера, например, государства, что почему тех или иных лиц это толкает на совершение этих преступлений, почему они создают группы и это совершают. Для меня главный вопрос, который я требую от подчиненных, это раскрытие этих преступлений. То есть я, если не могу повлиять на рост, но, безусловно, мы должны влиять на раскрытие этих преступлений, для того, чтобы эти преступники изобличались и задерживались. И, как правило, вы знаете, что группы могут совершить и по 20, и по 30, и по 40 преступлений буквально за короткий период времени. Для этого, вот один из вопросов такой звучал по квартирным кражам, что начало тревожить граждан о том, что, ну, действительно, значительный рост. Вот. И практически это остановить нельзя. Я вам хочу сказать, что милиция что должна сделать? Она должна, понимая, что происходит такой-то вид преступления, осуществлять конкретные мероприятия для того, чтобы задерживать преступников, которые это совершают. Поэтому разработаны соответствующие механизмы, созданы дополнительные силы, они комплектуются соответствующим специальным оборудованием и техникой для того, чтобы мы документировали этих лиц и своевременно задерживали. Вот хочу вам сказать, если раньше у нас, я работая в 90-е годы следователем, вспоминаю, приходишь к прокурору по конкретному преступнику, предъявляя ему обвинение с мерой пресечения, допустим, подписка о невыезде, то прокурор, как правило, ее не подписывал. Он требовал принести новое постановление, где мера пресечения, арест. То есть проникновение в жилье гражданина, арест железный был. О чем мы говорим? Когда профессиональные преступники, вот мы буквально и сегодня говорили о ряде таких преступлений, заместителям он более еще детально расскажет, профессиональный преступник, проникая в жилье гражданина, как правило, никогда не возьмет последнее кольцо, цепочку, там, ну, в бедной квартире. Они, если совершают преступление, как правило, они идут на конкретные адресы, они проводят серьезные разведывательные мероприятия, для того, чтобы четко определить и время нахождения дома, и когда уходят на работу, когда приходят, кто в доме есть. И, безусловно, они, конечно, завладевают очень серьезными, значительными средствами. Такие примеры у нас есть. Довольно большие суммы и ценностей, и денежных средств забирают у людей. Очень много просто халатных действий со стороны самих граждан. Это и открытые двери квартиры, и выйду на 3 на 5 минут из дома, они закроют, и не закрывают окна, допустим, первых этажей. И, вы знаете, своевременно они сообщают. Как правило, ненарушенная себе обстановка. Человек замечает о том, что у него что-то незначительное пропало. Через несколько дней может сообщить. А это уже утрачивает следы на месте преступления, которые должны найти эксперты. Это отпечатки пальцев, микроволокна какие-то. И гражданам надо очень серьезно отнестись к своей безопасности. Это начиная от того, что много, допустим, закрытых подъездов, кодированные замки. Звонит какой-то молодой человек, говорит, а я к Вася хочу пройти. Ему вообще с абсолютно другой квартиры берут, открывают дверь и сообщают кодку. Ну, действительно, очень серьезно надо подойти всем к своей безопасности. И, безусловно, быть небезучастными к тому, что происходит. Потому что видят, что какие-то непонятные странные ребята, которые первый раз появились в этом дворе, выносят огромные сумки, загружают их в машину. Об этом надо сообщать милицию. Для того, чтобы она максимально короткое время могла уже этих людей остановить и проверить. И их документы, что они вынесли из того или иного подъезда. Поэтому большой комплекс мер. И мы, конечно, в этом рассчитываем и на наших граждан, которые нам постоянно будут об этом говорить. И, конечно, сейчас есть.